Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно. Поставьте, как всегда, ваши плюсики в чат. И будем начинать наш сегодняшний вебинар. Вижу, уже появились вопросы. Спасибо, отдохнул хорошо. С новыми силами. Новые вебинары. Будет больше интересного. И я думаю, что скоро вы об этом тоже узнаете. Ну и, в принципе, сегодняшний вебинар как раз после отпуска. Я думаю, что те, кто присутствует на этом вебинаре постоянно, обратили внимание, что название несколько поменялось. И у нас несколько поменяется формат. Основные вещи, которые мы разбираем на этом вебинаре, они останутся, но я его решил несколько расширить. Потому что предыдущие названия, предыдущая тема вебинара, которая звучала, разбор с методами price action, безусловно, элементы этой системы останутся. Но, в целом, у нас этот вебинар перерастает в обзор текущей ситуации на финансовых рынках. В принципе, точь, что мы и делали. Но я решил несколько поменять название этого вебинара. Я вижу, что плюсики пошли. Поэтому, как всегда, перед началом предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках она сопряжена с рисками. И вся информация, которая дается на этом вебинаре и на всех других вебинарах компании Adderall Market, не может являться прямой рекомендацией к действию. Все вебинары проводятся только в целях ознакомления и только в целях обучения. На этом вебинаре я делюсь с вами своими наработками, своими знаниями и своим опытом. Для тех, кто присутствует впервые, меня зовут Исаков Роман. Я являюсь региональным менеджером компании Adderall Market. Adderall Market работаю более пяти лет. Ну, а мой опыт на финансовых рынках на текущем это уже более порядка восьми лет. Точно я уже даже не помню, но уже называю примерным. И как раз в рамках этого вебинара я делюсь своими наработками, своими знаниями. В первую очередь мне помогает то общение, которое происходит с трейдерами, которые обращаются в компанию Adderall Market, которые проходили обучение. И таким образом совместно мы практически выработали данный формат вебинара, на котором мы, во-первых, смотрим, что на рынке сейчас есть интересного и на какие вещи важно обратить внимание. Ну и, как всегда, перед началом несколько слов о компании Adderall Market. Я думаю, это будет полезно тем, кто также пришел на наш вебинар впервые, потому что выбор надежного партнера – это как раз один из способов иммунизации тех рисков, о которых я говорил вначале. Потому что одно дело, когда все зависит от вашей торговли, а еще один момент, который важен – это то, чтобы ваш партнер был надежен. И я надеюсь, что для многих из вас уже партнером компания Adderall Market стала, и для многих из вас также она в будущем станет. По той простой причине, что компания Adderall Market, вот я как раз на данном слайде, вы видите несколько пунктов, которые я решил вынести как основные. То есть, в первую очередь, когда вы выбираете для себя компанию, в которой будете работать, важно обращать на наличие лицензии и какими органами она регулируется. Я не говорю сейчас именно о компании Adderall Market. Adderall Market – это в целом пожелание всем трейдерам, начинающим, опытным, тем, кто выбирает для себя партнера. К примеру, компания Adderall Market имеет лицензию FCA, это регулятор Великобритании, который является одним из наиболее жестких для непосредственно компании, что в той очереди дает большое количество гарантий непосредственно для трейдеров. К примеру, один из пунктов – это страхование средств. То есть, все ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов на тот случай, если с компанией что-то случится, если компания не сможет отвечать по своим обязательствам. То есть, вы можете быть уверены, что из специального фонда более подробно можно будет почитать на сайте Adderall Market в разделе «О компании». Там есть ссылка, есть информация на сайте, также на русском языке она доступна, что если в какой-то момент компания не сможет отвечать по своим обязательствам, то в пределах данной суммы вам будут выплачены средства, которые вы инвестировали. Торговая платформа MetaTrader 4 Supreme Edition. Вот как раз сегодня еще одно из новых вещей, которых мы будем сегодня затрагивать. Supreme Edition – то дополнение, которое мы рассматривали. Для тех, кто про него пока еще не знает, это набор индикаторов, набор советников, которые расширяют стандартные функции вашего MetaTrader. Так вот, не так давно мы запустили, во-первых, обновили счета для пятого MetaTrader, то есть сделали более привлекательные условия, расширили набор инструментов, то есть практически все те же инструменты, которые торговались на четвертом MetaTrader, теперь доступны и на пятом. То есть это и акции, и индексы, и криптовалюты, и сырье, то есть в принципе все инструменты, которые возможны, там сейчас доступны для торговли. И не так давно было выпущено как раз MetaTrader 4, прошу прощения, MetaTrader Supreme Edition, и для пятого MetaTrader. И сегодня мы тоже начнем. Вот я себе как раз установил пятый MetaTrader, вот честно скажу, что не углублялся в него, потому что четверка достаточно хорошо работает, и в принципе не было необходимости смотреть пятый MetaTrader. Но в последнее время появляется все больше и больше информации о том, что компания MetaQuads, это разработчик платформы MetaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, могут ограничить поддержку четвертого MetaTrader. То есть они не будут обновлять, до какого-то момента она будет доступна, но не будет обновляться. Поэтому мы также задумались о том, чтобы уже оптимизировать условия также на пятом MetaTrader, чтобы он был конкурентно способен непосредственно в сравнении с четверкой. Поэтому мы наши вебинары также начнем проводить именно на пятом MetaTrader, и вместе будем разбираться с его особенностями, с его функциями. На самом деле разница не такая большая, на первый взгляд, но есть определенные такие моменты, которые могут помочь трейдерам в зависимости уже от тех предпочтений торговли, которые используются. То есть конкретно обо всех преимуществах, это можно не один вебинар этому посвятить, но вот какие-то части мы будем их затрагивать на наших встречах обязательно. Поэтому теперь будем вести наш разбор именно на пятерке. Пункт номер четыре – это настройки защиты от волатильности. Это также специальные нововведения, которые доступны для клиентов Admiral Markets, которые позволяют минимизировать риск от волатильного рынка. То есть когда на рынке проходят довольно-таки активные движения, возникает риск проскальзывания, срабатывания, например, отложенных ордеров на расширении спреда. Вот защита от волатильности как раз минимизирует риск данной ситуации. У нас на YouTube-канале, сейчас я вам сразу же приложу ссылку на YouTube-канал, кто на него еще не подписался, рекомендую это сделать. Там можно найти видео, которое так и называется «Защита от волатильности», где буквально в течение 10 минут я рассказываю о всех основных функциях, которые стоит использовать. Как правильно к ним подойти и как исходя из вашей торговой системы их применить. То есть тут невозможно использовать все их около восьми. То есть нужно все-таки выбирать, подстраивать под вашу торговую стратегию. Ну и пункт номер пять. Мы ждем, что в ближайшее время информация будет обновлена. Это на конец 2016 года, то есть фактически год назад, компания «Наромаркет» была 15-м брокером по объемам, по данным «Файлэнс Мэглинс» в четвертый квартал 2016 года. Компания растет, компания развивается, поэтому ждем новых данных, чтобы уже данную строчку мы смогли обновить. И я вам об этом тоже рассказал. Вот Борис сразу же задает вопрос. Да, Борис, спасибо за вопрос. Вопрос от Бориса. Для МТ-5 нужен ли новый счет? Да, коллеги, для МТ-5 нужен новый счет, но открыть его довольно-таки просто. То есть вы заходите в кабинет трейдера, открываете новый счет по типу МТ-5, он называется «Адмарал МТ-5», и если у вас есть счет на четверке, вы сможете внутренним переводом перевести средства на счет МТ-5. Ранее там была минимальная сумма 1000 долларов для активации и объем минимальной 1,1 лота. Сейчас это 200 долларов, как и на счете «Маркетс», и минимальный объем – это 1,1 лота. То есть, в принципе, позволяет как раз более комфортно управлять рисками, и на этом счету так же. Поэтому имейте это в виду, коллеги. Хорошо, тогда, если пока вопросов нет, я сейчас запускаю Метатрейдер, и, как я уже сказал, я его установил буквально перед началом нашего вебинара, и фактически у нас там чистый график. У меня не было неделю, у меня была возможность не следить за рынком, но что-то, собственно, нужно делать в период каникул, и чего всем желаю, именно отдыхать, отдыхать и от рынка в том числе. И сейчас, вот как с чистого листа, мы посмотрим основные инструменты, которые мы разбирали, и посмотрим, что у нас произошло за предыдущую неделю. Ну и, коллеги, для тех, кто присутствует впервые на этом вебинаре, я напоминаю, что формат вопросов, он поддерживается, поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите обязательно их в чат, и я на них буду останавливаться и уже на них отвечать. Если у вас вопрос появится ко мне чуть позже, то вы можете написать мне его на почту, почту сейчас приложу, и в конце вебинара ее также продублирую, пока вы ее можете себе сохранить. Итак, сейчас я запускаю метатрейдер. Вот сейчас он должен быть перед вами. Поставьте, пожалуйста, плюс, если он у вас появился. Метатрейдер 5, пара евро-доллар, дневной таймфрейм. Поставьте, пожалуйста, плюс. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли, и, собственно, мы можем смотреть, что у нас на текущий момент происходит. Давайте начнем, да, как я уже сказал, во-первых, с более крупного таймфрейма, и посмотрим, что у нас на текущий момент происходит. Начнем с пары евро-доллар. Важный момент заключается в том, что пара евро-доллар продолжает свой рост, то есть, собственно, который начался в начале этого года, январь-февраль, от уровня 1.03, который мы видели в декабре 2016 года, и, собственно, на текущий момент прошли порядка 2000 пунктов до значения максимального, которое мы показывали, 1.20, да, около полутора тысяч пунктов пара евро-доллар смогла пройти. Поэтому на текущий момент, если мы говорим о, к примеру, недельном таймфрейме, да, то тенденция на укрепление у нас остается в приоритете. Во-первых, были пробиты уровни сопротивления, да, исторические уровни в области 1.16, 1.17, и на текущий момент по паре евро-доллар мы видим коррекцию, сейчас мы посмотрим на более мелком таймфрейме непосредственно к этому уровню. Ну, а вообще, само направление у нас остается восходящим. Ближайший уровень сопротивления, который мы можем отметить в рамках данного данного таймфрейма, находится в области 1.20, 1.20, 1.20, 1.37, это максимальное, минимальное значение, которое мы видели в 2012 году, да, 5 лет назад, и на текущий момент вот пара, как мы видим, подошла ровно к этому уровню, и на текущий момент мы видим коррекцию, которую мы сейчас поговорим уже на более мелких таймфреймах. Соответственно, по дню, да, вот те уровни, во-первых, которые у нас коррекционные, они сохраняются, но здесь более важно отметить уровень поддержки для дневного таймфрейма, потому что, безусловно, важно учитывать фазы, да, фазы трендов, которые происходят на финансовых рынках, и тренды меняются последовательно, да, то есть мы не можем отрицать того, что дойдя до отметки 1.20, пара евро-доллар не уйдет вновь на 1.05, на 1.03 и на паре идет к доллару. Это, безусловно, может быть. И для нас является важным отслеживание тех уровней, преодоление которых уже может к данному сценарию привести. На текущий момент покупки, на мой взгляд, остаются в долгосрочной перспективе и приоритете до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня поддержки, который находится на минимальных значениях этого лета, да, в августе область 1.1663. Давайте мы ее отметим горизонтальной линии. Сейчас я ее сделаю чуть побольше, чтобы было лучше видно, да, красным цветом. То есть вот этот уровень у нас является областью поддержки для дневного таймфрейма. В том случае, если мы увидим уход ниже данного уровня, который может произойти, к примеру, в течение октября, то тогда уже приоритет мы будем отдавать непосредственно продажам. Ну, а на текущий момент уже завершение той коррекции, которая сейчас есть по паре евро-доллар, может перерасти уже в новый импульс движения в область 1.20-1.21. Что мы смотрим дальше? Дальше мы переходим уже на более мелкие таймфреймы и, собственно, те уровни, которые мы видим, начиная с 4-часового таймфрейма, это область, по которой у нас как раз отмечено максимальное значение предыдущего торгового дня. Это область 1.18. Этот уровень среднесрочный для 4-часового таймфрейма. Поэтому на текущий момент мы можем сказать о том, что тенденция нисходящая актуальна для 4-часового таймфрейма, то есть для среднесрочного. Но для дневного, для более крупного, она пока остается в приоритете именно на укрепление. Собственно, переходя дальше, вот уже то, что нам более интересно, то, что нам может более наглядно показать ту ситуацию, которая сейчас происходит на рынке, это, во-первых, начало. То есть мы можем вернуться на конец сентября, несколько посмотреть, что же у нас происходило. Во-первых, 20 сентября пара евро-доллара дошла до локальных максимумов, которые мы видели, и ушла ниже минимальной значения, которые были 19 сентября. То есть, после этих уровней у нас началась тенденция нисходящая. Максимум пока остается не на пробительной. То есть каждый последующий максимум идет ниже и ниже предыдущего. Что мы видели уже на прошлой неделе? Это было 28 число. Сейчас я посмотрю, какой это был день недели. По 28 сентября, это у меня октябрь, 28 сентября, четверг, мы видели первые попытки уйти выше максимальной значения. То есть вновь вернуться уже к восходящему тренду. Я напоминаю, что тот таймфрейм, который мы можем использовать как рабочий, то есть тот, который использую для себя я, это часовой. Именно для принятия решения по ходу в рынок. Бессловно, важно отследить всю картину, что происходит по инструменту, куда идет основная тенденция. Но само решение принимается уже на более мелких таймфреймах, и для меня часовой таймфрейм не более рабочий. Я напомню, почему я смотрю, во-первых, часовой таймфрейм, потому что для валютных пар, ну и для многих других инструментов это актуально, потому что это целая торговая сессия. Почему это имеет больше значимость для валютных пар? Потому что у нас 4 основные сессии, тихоокеанская, азиатская, европейская и американская. То есть фактически, как был проторгован день, нам это дает представление о том, куда может идти день следующий, ну и в принципе, куда может развернуваться тенденция. Поэтому, если смотреть на график, если мы смотрим 27 число, 28-го минимум у нас обновлен не был, пара туда попыталась подойти, но обновить минимум не смогли, то есть для подтверждения продолжения исходящего тренда. А в свою очередь уже дальше, 29-го числа, то есть в прошлую пятницу, мы увидели уже полноценное закрепление, фактически выше данного уровня, что могло свидетельствовать о начале тенденции восходящей по данной паре. Но уже отслеживая то, что мы видим сейчас, то есть как тенденции могут меняться, собственно, мы с вами видим, что сегодня во второй половине, ну даже не во второй половине, а уже в 9-10 часов, пара вновь вернулась к тенденции нисходящей. То есть был пробит фактически минимальное значение, которое мы видели в пятницу, за ним закрепились, и на текущий момент тенденция на ослабление по паре евро-доллар сохраняется. То есть что мы получаем практически сейчас? Мы получаем то, что в рамках среднесрочной тенденции у нас тренд идет нисходящий, и в рамках числоводной информации тенденция идет нисходящая. И велика вероятность того, что уровень в области 1.1653 может быть пробит, то есть что в свою очередь перерастет уже в более продолжительную нисходящую тенденцию по паре евро-долларов. Соответственно, какие наши могут быть дальнейшие шаги, и что нужно отслеживать, на что важно обращать внимание на текущий момент. Это то, как у нас опять же торгуются торговые дни. Я разместил наш любимый индикатор, Admiral High Low, который показывает максимум минимум предыдущего дня, который очень удобно позволяет отслеживать закрытие предыдущей торговой сессии и смотреть, как сейчас уже разворачивается ситуация на текущий момент. Соответственно, если говорить о покупках, потому что сейчас в рамках часового таймфрейма, четырехчасового таймфрейма продажи остаются в приоритете. То есть, если вы находитесь в продажах, то их пока имеет смысл держать и до по крайней мере до тех пор, пока не будет преодолен максимум, который мы видели в пятницу. То есть, если пара евро-доллар уходит выше максимальные значения, которые мы видели в пятницу, это отметка 1, 18, 33, то мы с этих уровней можем вернуться уже непосредственно к покупкам. И тогда наша цель по движению, по восходящему вновь возвращается к тем уровням, которые у нас были отмечены в области 1,20. Сейчас я отмечу. То есть, уже цель движения, это будет обновить локальный максимум, соответственно, его преодолеть и дальше пойти уже на укрепление по паре евро-долларов. Соответственно, цель по движению у нас может находиться порядка 250 пунктов по первой цели, потому что у нас важно помнить всегда о характере движения, то есть, есть коррекция, то есть, первая цель это закрыть коррекцию. Дальше уже после обновления тех максимумов, с которых коррекция началась, примерно нисходящая, уже после ее преодоления открывается следующая цель на рост. Но первая задача это преодолеть непосредственно локальный максимум. То есть, это именно позволит получить подтверждение на то, что цена готова идти дальше по направлению того тренда, который был отмечен. Поэтому сейчас будем следить за тем, во-первых, как будет торговаться пара евро-долларов вблизи, минимум, это 1.1717, то есть, если мы увидим дальше импульс нисходящий, то, собственно, тенденция нисходящая пока будет сохраняться. Ну и в рамках уже дня отслеживать область 1.1646, то есть, если после преодоления уже этих уровней мы сможем рассматривать полноценные сделки, примерно на продажу. То есть, это уже будет актуально и, в принципе, потенциал падения по паре евро-доллар, он также присутствует. Я напоминаю, что в целях, к примеру, стратегии, в целях работы контртрендово важно также использовать риск-менеджер, подключать. То есть, если вы открываете сделку по тренду, то можно использовать ваш стандартный риск, к примеру, 1%, 1% депозита. А если вы работаете контртрендово, то есть, такие сделки также имеют право на жизнь, но лучше несколько уменьшать риск, то есть, использовать, к примеру, полпроцента или треть процента от риска по тренду. импульс еще не произошел. То есть, попытались уйти в пятницу, но, собственно, сегодня уже вернулись обратно непосредственно к продажам и торгуемся вблизи минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. Один из моментов, всегда можно попробовать присоединиться, к примеру, от данных уровней, но я своей торговлю не совсем люблю данный подход, потому что у нас есть уровень, в принципе, область 1.17, и если мы, то есть, это больше уже среднесрочный уровень, который сформирован. То есть, можно присоединиться из текущих цен со стоп-лоссом за предыдущее минимум, но в рамках уже часового таймфрейма у нас подтверждения нет. И пока оно не появилось, пока у нас день не закрылся выше предыдущего, то тенденция в рамках часа всего у нас остается нисходящее, поэтому такой способ торговли я для себя не использую, потому что цена должна нам подтвердить свою готовность двигаться дальше. Что у нас происходит с парой британский фунт, британский фунт, американский доллар. Фактически ситуация очень похожа, как и с евро-долларом. Мы достигли локальных максимумов, которые мы можем посмотреть на более крупном таймфрейме. Это область 1.3620. Фактически здесь мы не были уже более года. Вот мы видим июнь 2016 года, как раз когда начала поступать первая информация о Brexit и британский фунт стал падать. Сейчас мы постепенно восстанавливаемся к тем уровням, которые ранее были. Поэтому на текущий момент, опять же, в рамках более крупного таймфрейма тенденция на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару остается в приоритете. Теперь относительно среднесрочных уровней. Первый уровень, который мы с вами сейчас отметим, дневной уровень это область 1.2762, минимум, который у нас был во второй половине августа. То есть, если говорить о продажах, которые у нас опять же могут привести к 1.18, к 1.15, то они будут вновь актуальны только после преодоления минимальных значений, которые у нас были зафиксированы 25 августа, данный локальный минимум. То есть, формация должна меняться постепенно, то есть, начинаем с часового, затем 4 часов, затем 1. Но пока мы не получили подтверждение на более крупном таймфрейме, то тенденция остается также на укрепление, потому что такие волны коррекции на 400-500 пунктов по британскому фунту, они вполне нормальны. И после завершения также той коррекции, которую мы видим сейчас, возобновление роста пока остается в приоритете до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1.27, 60. Что касается уже более мелких таймфреймов, 4-х часовой таймфрейм, опять же, здесь один из важных уровней, это минимальное значение, которое мы видели 20 сентября, это область 1.34, 53, его пробили, закрепились, и сейчас тенденция также идет на ослабление в рамках 4-х часов. А теперь перейдем уже к более рабочему таймфрейму, к часовому. фактически с того момента, когда у нас пара торговалась в узком диапазоне, диапазон был 1.36, 17, верхняя граница 1.34, 47, это граница нижняя, то есть диапазон был порядка 200 пунктов. И вот уже на прошлой неделе, 26 сентября, это у нас был вторник, мы увидели выход из этого канала, его пробили и собственно тенденция на ослабление уже опять началась. Мы могли первые признаки рассматривать уже гораздо ранее, но в рамках 4-х часов таймфрейма данный уровень был важен. Именно после его пробития уже тенденция на ослабление берет приоритет уже и в среднесрочной перспективе. Поэтому сейчас может быть актуально только после обновления максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. Ближайший уровень, который у нас сформирован, это максимум пятницы область 1.3442. То есть сейчас продажи остаются в приоритете по данной паре. Здесь очень важный момент, почему я об этом говорю, почему я уделяю такое большое количество внимания данному вопросу. Потому что большое количество трейдеров не отмечают для себя те уровни, после которых они уже не будут держать позицию. То есть торговля без топов, если мы еще говорим о торговле маржинальной, то есть использовании кредитного плеча, хорошему еще мало кого приводило. И многие трейдеры начиная покупать, то есть казалось бы начинают покупать по тренду, когда для этого есть хорошая возможность, и продолжают держать эту позицию, когда рынок уже начинает разворачиваться. Фактически покупки имело смысл останавливать уже начиная с вторника прошлой недели, когда мы увидели уход ниже отметки 34.41, потому что уже сейчас мы видим, что цена прошла порядка 170 пунктов, это опять же может быть дополнительный убыток к вашей позиции, а перспективы может быть еще больше. То есть здесь нельзя исключать ситуацию того, что цена может пойти дальше на 1.20. То есть в принципе задача трейдера это находить тот участок, который понятен с точки зрения вашей торговой системы, к нему присоединяться и выходить, когда он заканчивается. Они ждут, что цена уйдет на 1.40, на 1.50 и когда-нибудь она действительно не хватает средств на то, чтобы пересидеть тот плавающий минус, который возникает и тут уже теряется смысл трейдинга. Вы уже становитесь не трейдером, а долгосрочным инвестором и начинаете ждать, пока цена вернется. Можно ждать и несколько лет, пока это произойдет. К тому же ваши средства заморожены, они не участвуют в торговле. Поэтому важно определять для себя те уровни, по которым вы из сделки выйдете, по возможности перевернете, будете работать по новой сформированной формации и уже получать прибыль от нового движения, а не ждать, когда цена вернется несколько недель, месяцев или лет. Поэтому сейчас, если говорить опять же о паре британский фунт и американский доллар, то тенденция на текущий момент идет на ослабление. То есть покупать пока здесь рано. мы просто снижаемся в рамках часа, в рамках четырех часов, то, что мы сейчас посмотрели. Если говорить о возможных покупках, то только после того, как мы получим подтверждающий сигнал, что цена начинает двигаться уже в сторону укрепления. И один из таких сигналов, на который стоит обратить внимание, это обновление максимума предыдущего торгового дня, то есть на текущий момент это область 1.3443. говорить о покупках мы сможем только после того, как цена уйдет выше уже данного уровня непосредственно по паре британский фунт и американский доллар. Но на текущий момент мы пока снижаемся. То есть те, кто находится в продажах, пока имеет смысл их держать. И с точки зрения уровня стоп-лосс пока рабочий уровень непосредственно для продаж это максимальное значение, которое мы видели 28 сентября, это отметка 1.3454. Почему данный уровень? Объясню сейчас почему. Так как у нас это был последний импульс, то есть у нас была волна импульса, затем была волна коррекционная, мы скорректировались и уже после обновления данных максимумов мы увидели следующий импульс нисходящий. То есть мы обновили во-первых минимум, который был у нас 28 сентября и собственно следующий импульс нисходящий мы получили. То есть вот этот уровень является наиболее значимым для пары британский фунт американский доллар и только после преодоления его мы сможем ну во-первых туда нужно ставить на мой взгляд стоп-лосс для сделок на продажу и рассматривать покупки только после преодоления уже данного значения. Забегая немного вперед то есть как можно сопровождать вашу позицию уже в течение нескольких последующих торговых дней то есть все коррекции все движения идут волнообразно то есть у нас есть импульс есть коррекция есть следующий импульс. Соответственно переместить стоп-лосс уже к примеру ближе или найти ближе уровень разворотного после которого можно будет присоединиться вновь на покупки мы сможем увидеть после к примеру коррекции данная цена не уходит выше предыдущего максимума следующий импульс то есть если вы находитесь в продаже то потом за этот уровень вы сможете переместить стоп-лосс и так постепенно двигаясь за трендом как мы видим собственно уже даже если посмотрели на более крупном таймфрейме последний такой импульс был порядка 800 пунктов но он был по тренду он был восходящий коррекции по британскому фунту также проходят довольно таки активно то есть последняя которая была у нас летом была порядка 500 пунктов то есть 500 пунктов коррекции затем почти 900 пунктов роста такими волнами цена и движется и вот важно выбрать тот момент который будет наиболее как раз благоприятен на текущий момент далее пара американский доллар японская иена если мы посмотрим также дневной таймфрейм ну можно посмотреть вспомнить что у нас происходит на таймфрейме недели собственно здесь в рамках последних тенденций последних лет мы видим попытки роста но эта тенденция более крупная здесь все же для нас более актуален участок текущего года и за текущий год мы видим что пара американский доллар японская иена снижается тенденция остается у нас на снижение а вот теперь для того чтобы отметить более значимые уровни для преодоления это по данной паре мы переходим уже на дневной таймфрейм и здесь у нас есть важный уровень который находит на максимальных значениях которые мы видели в июле этого года это область 114.42 то есть на текущий момент пара движется в эту область если мы сможем увидеть преодоление данного максимального значения попытку которого мы видели во первых первый подход был в мае этого года чуть выше мы были в марте этого года так вот если говорить о полноценных покупках долгосрочных то о них будет иметь смысл задуматься только после преодоления данного уровня ну а теперь давайте посмотрим что у нас происходит уже непосредственно более локально во первых один из среднесрочных уровней который был преодолен по данной паре это область 110.69 максимум который у нас был 31 августа его благополучно мы прошли в середине сентября за ним закрепились и собственно тенденция также и после изменения в рамках часового таймфрейма поменялось и уже на 4-х часовом кстати вот одна из один из способов торговли то есть если вы начали покупать раньше да то есть когда это еще была коррекция то после преодоления уже более сильных уровней позиции можно увеличивать да так как тенденция получает свое подтверждение но тоже нужно здесь быть крайне разумным то есть то есть соотносить ту плавающую прибыль которая есть и ну соответственно ваш риск который вы можете позволять себе в эту сделку то есть здесь смысл в том что все-таки основное направление пока остается нисходящее да по данной паре и смысл здесь заключается в том что если вы здесь примерно стояли с риском пол процента да от вашего депозита то входить дальше то есть не нужно сильно превышать риск потому что момент разворота может получиться ситуация того что вы выйдете ну там в лучшем случае в ноль а еще можно получить убыток то есть как правило здесь очень хорошо работает метод как раз уменьшения объема то есть можно постепенно добавляться к той позиции которая у вас есть но важно учитывать жизненный цикл тренда то есть он рано или поздно может закончиться и каждая последующая позиция имеет смысл открывать чуть меньшим объемом чем предыдущий то есть если вы открывали там к примеру у вас был объем один лот добавляясь по тренду лучше открывать меньше 0.9 0.8 0.7 0.6 и постепенно уменьшать потому что в тот момент когда произойдет затухание тренда и вы получите сигнал на выход из этой позиции то убыток по самым верхним позициям будет не такой большой по отношению к тем позициям которые вы открывали ранее чуть большим объемом такая стратегия на мой взгляд более эффективна в данной ситуации при работе непосредственно по тренду ну и уже в рамках непосредственно часового таймфрейма да что мы видим мы видим то что тенденция на текущий момент также остается в приоритете непосредственно восходящая были попытки на прошлой неделе так же как мы смотрели фактически по евро уйти ниже ну точнее подойти вот к минимальным значениям которые у нас были в течение прошлой недели вот минимум был это область 112-21 но он так и выступал уровнем поддержки ниже него пара уйти не смогла ну а собственно сегодня мы вновь увидели подтверждение пробития максимума который у нас был в прошлую пятницу 29 сентября и на текущий момент тенденция вновь получила подтверждение на укрепление пары американской доллара японская иена то есть у нас здесь ситуация точно такая же как и с евро и с британским фунтом ну соответственно наоборот здесь приоритете остаются покупки то есть доллар в данном случае растет соответственно если говорить о покупках в рамках текущей тенденции то у нас было подтверждение которое сформировано сегодня то есть преодоление максимальных значений которые были и собственно с этих уровней мы также можем открывать сделки на покупку но уже рассматривать чуть меньше риск чуть меньше объем давайте сейчас так же это мы с вами сделаем то есть здесь основной у нас сигнал был к примеру к возобновлению покупок да мы видим пятницу да то есть вот у нас максимум вот у нас минимум сегодня цена с утра ушла выше этого уровня и мы получили сигнал пробития то есть мы видели свечу которая полностью и открылась и закрыла за этим уровнем да часовую свечу соответственно для нас это сигнал к тому что тенденция с большей вероятностью продолжится на укрепление по крайней мере в рамках часового таймфрейма если говорить о последующих уже возобновлений продаж то здесь нам нужно будет увидеть уход ниже 112.21 а соответственно если открывать сделку на покупку то туда нужно размещать уровень туплос поэтому давайте сейчас на примере посмотрим как работает как раз у нас Supreme Edition для пятого метатрейдера там кстати были определенные обновления о них мы поговорим чуть позже не на этом вебинаре там также много вещей о которых стоит рассказать но вот пока посмотрим вернемся к тем вещам которые наиболее часто мы используем во-первых калькулятор риска пока это направление остается второстепенным то есть это не основная тенденция которая у нас присутствует на рынке то имеет смысл открывать сделки меньшим объемом давайте сейчас для примера посмотрим как это можно сделать у нас при открытии сделок на покупку по текущим ценам уровень стоплос имеет смысл устанавливать на расстоянии примерно 60 пунктов от текущей цены от локальных максимумов и я напомню что в мини терминале есть очень удобная функция которая позволяет рассчитать наш риск для этого когда вы уже активировали мини терминал нужно нажав зажав кнопку control щелкнуть на поле лоты и у нас появляется такое меню где мы с вами можем задать наше расстояние в 60 пунктов до нашего уровня стоплос и задать фиксированный риск в деньгах то есть к примеру при депозите 10 тысяч у нас риск 1% это 100 долларов если мы берем риск 0% то это 50 долларов то есть мы задаем данные значения и система нам сама считает какой объем мы можем открыть то есть в данном случае это 0,09 лота нажимаем установить они у нас сразу здесь зафиксировались и собственно мы можем открыть сделку на покупку по данному инструменту соответственно после того как у нас сделка открыта мы мы уже можем ее далее сопровождать то есть у нас стоит уровень стоп-лосс и стоит уровень входа соответственно на текущий момент для нас ключевым моментом выхода из данной сделки будет та ситуация при которой цена уйдет ниже минимального значения которое мы видели уже непосредственно в пятницу ну и опять же уход ниже данных уровней позволит нам вернуться уже непосредственно к продажам по данному активу по данному инструменту движения в сторону основного тренда но опять же та тенденция которую мы видим на более крупном таймфрейме в перспективе может перерасти уже непосредственно в более крупный тренд в более крупное движение ну вот я сейчас коллеги вернулся в чат вот вижу вопрос от Ирины да видимо чуть раньше его задавали а каким процентом один или полтора вход вниз не один наверное этот вопрос касался работы контртрендов да то есть если вы ну тот инструмент который мы рассматривали там была речь о контртрендовой ну к примеру сейчас да то есть та же пара американский доллар и японская иена пока для более крупного таймфрейма это все-таки контртрендовая стратегия да то есть входить на покупку и соответственно в данном случае как мы сейчас проводили пример уменьшения риска его также имеет смысл уменьшать то есть брать к примеру не один процент от депозита а пол процента то есть работать вот в таком ключе идем дальше пара американский доллар японский американский австралийский доллар американский доллар то что мы видим в рамках дневного таймфрейма тоже важно обратить на это внимание торгуемся вблизи минимальных значений которые мы видели в середине августа это 7802 преодоление данных минимумов в рамках дневного таймфрейма также нас может вернуть уже непосредственно к продажам по данному активу ну и если мы посмотрим дальше уже тенденция локальная если говорить сначала о среднесрочном движении да если мы смотрим четырехчасовой таймфрейм то здесь уже вот область которая была середина сентября попытались ее сначала преодолеть уже там 18 числах сентября ушли вновь еще на один импульс но локальный максимум преодолен не был и собственно уже к 20 числам мы вновь вернулись ниже отметки 79 37 поэтому сейчас по австралийцу также тенденция на ослабление остается в приоритете интерес по паре американский доллар японская иена наверное заключался больше в том что мы видели некоторые затишья да некоторую передышку перед следующим импульсом да который может произойти то есть у нас был следующий импульс восходящий затем мы ушли в небольшую коррекцию и уже по завершению данной коррекции небольшой то есть которая ну фактически началась началась в четверг да четверг-пятницу и сегодня мы получили ее завершение дает более интересный сигнал для присоединения то есть цена несколько было постояли да и затем следующий импульт уже для нас более интересен по австралийцу мы видим что ну фактически каждый последующий максимум да идет все ниже и ниже предыдущий то есть фактически мы коррекции даже и не видели поэтому сейчас продажи по австралийцу остаются также в приоритете ну а говорить о покупках мы сможем только после преодоления уже максимальных значений в области 78-59 то есть те максимумы которые были в четверг и в пятницу у нас зафиксированы по данному инструменту поэтому пока сейчас продажи остаются здесь в приоритете по канадцу да пара американский доллар канадский доллар на текущий момент мы также видим что тенденция в рамках дневного таймфрейма остается нисходящая и пара в рамках дня находится в коррекции ближайший уровень среднедолгосрочный который мы здесь можем отметить чтобы начать уже полноценно что называется покупать доллар по отношению к канадскому это максимум в области также середины августа это отметка 127-82 то есть если говорить о покупках долгосрочных к примеру только после преодоления максимальных значений которые мы видели в середине августа ну а пока вот это движение которое у нас идет это также коррекция в рамках более крупного таймфрейма ну а если мы посмотрим уже 4 часа 4 часа и час то собственно здесь мы видим также ту тенденцию которая у нас была ранее образована то есть каждый последующий минимум идет выше и выше предыдущего и от минимальных значений коррекция уже прошла порядка 460 пунктов ну а в рамках ДНИА да то здесь картинка очень технично и очень хорошо планомерно мы видим это движение поэтому сейчас тенденция также на укрепление американского доллара в данной валютной паре также остается в приоритете продажи возврат к продажам будет иметь смысл после преодоления минимальных значений которые мы видели в четверг-пятницу область 1.24.15 то есть опять же если вы находитесь в продаже да то их давно нужно было скорректировать да минимизировать и не надеяться на то что цена может вернуться то есть вот как мы видим движение порядка 450 пунктов да идет минимальное значение по данному активу то есть наша задача выбрать тот участок того направления который мы сейчас можем отследить на рынке и к нему присоединиться сейчас да покупки опять же более интересны по данному инструменту и стоп-лосс по ним например если говорить об открытии по текущим ценам это область минимальных значений которые мы видели в пятницу но как я уже сказал по паре американский доллар японский и иена чуть более интересная ситуация так как была некоторая остановка которая свидетельствует о том что цена может набираться сил перед следующим рывком перед следующим импульсом по канадцу фактически таких остановок мы не видим рост он продолжается уже ну фактически пол полмесяца мы его видим смотрим дальше дальше у нас пара пара еврофонд да кросс курс который мы отслеживаем собственно здесь мы также торгуемся вблизи одного из важных уровней то есть тот диапазон тот боковик который мы рассматривали в начале этого лета это область 87.60 то есть вот как раз там где у нас была остановка на фактически прошлой неделе преодоление данных минимальных значений может нас вернуть опять к продажам по данному активу то есть удешевление евро по отношению к британскому фунту ну а на текущий момент пока мы торгуемся все-таки этот уровень остается не пробит то покупки пока остаются в приоритете и здесь интересный момент который стоит отметить и я думаю что вы на него обратили внимание без меня пока меня не было у нас 27 сентября цена показывает локальный минимум и локальный максимум на следующий день уже мы получаем первую попытку его преодоления но здесь такой так скажем полноценного закрытия свечи не было то есть мы видим что все-таки мы преодолели этот уровень затем фактически следующей свечой вернулись обратно но локальный минимум обновлен не был что мы видим дальше в пятницу в пятницу мы видим что цена преодолевает уже область значения 87.99 закрепляется за ним и вновь к нему корректируется то есть вот фактически с этих уровней можно было также рассматривать уже сделки на покупку с ближайшим стоп-лоссом за локальный минимум который мы видели 28 сентября то есть вот отсюда можно было рассматривать стоп-лосс порядка 45-50 пунктов имел место быть и уже опять же с начала данной тенденции мы можем получить следующий импульс уже непосредственно восходящий сегодня после преодоления максимальных значений которые мы видели в пятницу уровень стоп-лосс можно было скорректировать для тех кто находился в данных сделках на покупку уже за локальный минимум сегодняшнего дня но в идеале дождаться когда закроется день когда начнутся следующие сутки и уже после этого ну точнее уже завтра с утра переместить стоп-лосс за локальный минимум который у нас здесь сформирован вот такая история по паре еврофунт и на текущий момент в принципе покупки также они стаются интересными но как я уже сказал самое интересное это входить в момент зарождения как раз нового тренда потому что чем дальше он идет тем меньше у него вероятность ну точнее он начинает постепенно затухать поэтому покупки и сейчас также имеют место быть но пока не закрыт торговый день уровень стоп-лосс это минимум который был 28 сентября то есть по текущим ценам это порядка 90 пунктов то есть после того как будет закрыт текущий день полностью начнется уже 3 октября и собственно открытие сделок на покупку станет снова возможно со стоп-лоссом уже за минимум сегодняшнего дня который я напоминаю должен быть полностью закрыт золото по золоту мы также этим в сентябре видели локальный максимум доходили до отметки 1357 долларов за тройскую унцию ну что собственно пока говорит нам о сохранении тенденции непосредственно укрепления золота по отношению к американскому доллару то есть у нас он считается здесь непосредственно в долларах а сейчас по данному активу мы также видим в рамках четырехчасового движения мы видим коррекцию коррекцию в рамках более крупного таймфрейма соответственно сейчас один из ключевых уровней который важно отслеживать для возобновления покупок по данному активу среднесрочный уровень это максимум который у нас был 26 сентября это отметка 1314 долларов за тройскую унцию ну а в рамках уже локальных то есть часового таймфрейма это максимум который у нас был 29 сентября также в пятницу это область 1290 долларов за тройскую унцию то есть возврат уже к покупкам может идти постепенно сначала мы уходим выше максимума который был в пятницу что дает возможность уже инициировать сделки на покупку ну а далее уже по восходящей то есть следующая цель это преодолеть максимум который был 26 сентября ближайшая цель ну и далее уже следующая цель это движение в область 1357 долларов за тройскую унцию но на текущий момент пока тенденция остается на ослабление нефть марки бренд по нефти марки бренд мы также видели 26 сентября это был вторник локальный максимум который был зафиксирован 59 44 нефть марки бренд я напомню мы рассматриваем ну и один из важных моментов которые о которых важно сказать то что были преодолены те максимальные значения которые мы видели фактически в начале этого года область 57 80 преодолели за ними закрепились и сейчас ушли в коррекцию поэтому по нефти то движение которое сейчас идет имеет смысл отдать предпочтение именно называть его коррекционным то есть уже то движение которое мы видим восходящее и далее может получить продолжение поэтому пока в рамках уже локальных таймфреймов которые мы смотрим да вот опять же начало нисходящего движения мы могли отслеживать начиная с 27 сентября то есть у нас также локальный максимум 59 51 локальный минимум 57 80 затем 27 сентября закрепляемся ниже данного уровня и собственно вот с этих движений уже пошло с этого момента пошло движение нисходящее то есть пока продажи остаются в приоритете ну а возврат к покупкам будет вновь уже актуальным по завершению данной коррекции после ухода выше 57 78 максимум который был уже непосредственно в прошлую пятницу у нас и зафиксирован ну и по индексу DAX мы вернулись фактически к покупкам торгуемся в области максимальных значений которые видим в этом году среднесрочный уровень который был преодолен это область максимальных значений которые мы отмечали ранее это 12336 уже после преодоления данного уровня мы вновь могли задумываться о непосредственно о покупках по данному инструменту ну и собственно сейчас мы видим что тенденция подбирается к области максимальных значений которые были исторически показаны в этом году по индексу DAX то есть пока их еще не обновили но постепенно к ним стремимся этим летом мы видели область 12939 собственно после преодоления вот уже данных среднесрочного уровня мы вернулись вновь к покупкам и по данному инструменту видели неплохое движение порядка 600 пунктов поэтому пока если говорить о покупках то они остаются в приоритете по данному инструменту единственное что с точки зрения инициации нового хода здесь нужно быть довольно таки аккуратным и так скажем иметь склонность к риску что называется я имею ввиду то что если входить к примеру на покупку то плос имеет смысл располагать за минимальными значениями минимальные значения которые мы видели 29 сентября ну а другой способ это дождаться когда на рынке произойдет коррекция то есть когда индекс DAX несколько дней поставит в коррекции и уже завершение этого коррекционного движения позволит вновь присоединиться на покупку по данному инструменту уже по более интересной ситуации что называется поэтому будем отслеживать что у нас дальше будет происходить по индексу DAX и обязательно будем обращать внимание на этот момент на данную ситуацию итак коллеги я напоминаю что для того чтобы получать ежедневный что называется такой чек-лист текущей ситуации на рынке нужно подписаться на наш ютуб канал нажать на колокольчик и когда будут добавляться новые видеообзоры которые добавляются каждое утро и вы сможете получать уже непосредственно уведомление о том что этот обзор добавлен ну и так же мы продолжаем с моим коллегой Фредериком Фредерик Даниэль у нас проводит вебинар его вебинар 4 торговые идеи от Фредерика да так же новое название было добавлено где Фредерик уже так же концентрируется на основных инструментах выбирает наиболее интересные и о них рассказывает во-первых вебинар будет завтра 20.30 на него вас так же приглашаю зарегистрироваться можно по ссылке кто еще не зарегистрирован сейчас приложу ссылку в чат а так она находится в разделе обучения вебинара я приложу все ссылку на все вебинары которые запланированы на ближайшие несколько недель чтобы вы могли посмотреть также зарегистрироваться на интересном так вот с Фредериком не договорил мы будем тестировать первое подобное видео было проведено это онлайн онлайн вещание в момент публикации каких-либо данных в эту пятницу выйдут данные по количеству созданных рабочих мест сельского хозяйства 15.30 по московскому времени и в этот в этот момент у нас будет проходить онлайн трансляция того что будет происходить на рынке то есть уже разбор тех данных которые будут опубликованы и как это может повлиять на рынок чуть позже на youtube канале будет добавлена ссылка на данную онлайн трансляцию поэтому чтобы также о ней получить уведомления подписывайтесь на youtube канал ставьте колокольчик и не забывайте ставить ваши лайки ко всем видео ну если они вам действительно нравятся для вас полезны которые у нас публикуются потому что это нам помогает поддерживает нас морально стараться делать более качественный контент что мы продолжаем его постоянно улучшать но ваша обратная связь таким образом всегда будет очень полезна поэтому если вы подпишетесь то получите уже непосредственно уведомление когда данная онлайн трансляция будет проходить а так это 15-30 до пятницу когда будет выходить данные вне сельского хозяйства по США Фредерик будет комментировать это непосредственно онлайн смотреть рынок как он реагирует и какие перспективы из этого движения можно уже непосредственно вынести коллеги я также напоминаю что у нас продолжается возможность разбирать ваши вопросы которые у вас появляются я прикладываю еще раз свою почту напоминаю что сейчас вы также можете задать ваши вопросы которые у вас появились я с основной частью закончил вебинар мы рассмотрели все основные инструменты что по ним есть интересно доллар и иену например на мой взгляд довольно-таки интересная ситуация когда вы будете смотреть рынок самостоятельно его анализировать его изучать если вам что-то будет непонятно моя почта я приложу в чат пишите мне пишите ту ситуацию при которой возник вопрос прикладывайте скриншоты и мы обязательно на следующем вебинаре ее разбор проведем чтобы в следующий раз подобная ситуация для вас была более понятна с точки зрения того на что важно было обратить внимание хорошо коллеги тогда если на текущий момент пока вопросов нет то будем прощаться уже до нашего следующего вебинара который пройдет так же как всегда в следующий понедельник в 19.30 по московскому времени пишите ваши вопросы подписывайтесь на наш youtube канал обязательно смотрите ежедневную аналитику которую мы туда публикуем и не забывайте ставить лайк когда ее смотрите всем желаю хорошей торговой недели и увидимся уже на следующей неделе всем спасибо и до свидания субтитры 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 субтитры